Маску скорби продолжают реставрировать. На мемориале появился тепляк, в котором ведут работы. Также специалисты занимались благоустройством территории – готовые лестницы, бетонные площадки, ограждения, освещения. Это обошлось городскому бюджету примерно в 18 миллионов рублей. Кроме того, нужны были большие средства, чтобы заняться самим мемориалом. Я благодарен губернатору, что он нашел денежные средства, привлек социального партнера. Мы подписали тройной договор между музеем, музейным комплексом города Магадана, фондом социального партнерства области и исполнителями работы является компания «Запсив Газпром», которого сейчас как раз ведет всю подготовительную работу. Я думаю, что срок, который обозначен сегодня, в марте, он очень сложный. Но сами они определили, что именно к концу марта будет работа сделана, и тогда уже тепляк будет разобран, и в лето мы войдем продолжением работ облагоустройства территории. Вы видите, еще памятные знаки лагерей нужно будет поправлять. Как отмечают специалисты, трудиться работники будут вне зависимости от погодных условий, ведь тепляк станут отапливать. Слой краски снимут, покрывать больше ничем не будут. В мэрии областного центра обсудили готовность спецтехники к зиме. В выходные дни коммунальные службы будут работать по обычному графику. Комбинат зеленого хозяйства подготовлен в полном объеме к содержанию уличной дорожной сети. Предприятие ГЛУД завершает работу по переоборудованию техники. Песок, соль завезена в полном объеме, и в ближайшие дни ожидаются в городе Магадане снегопады. Уверен, что наши учреждения, которые призваны содержать в зимних условиях уличную дорожную сеть, справятся с этой задачей достойно. Магаданское отделение Русского географического общества и заповедник Магаданский подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает реализацию совместных проектов, направленных на образовательную просветительскую деятельность и развитие туризма, организацию совместных экспедиций, проведение выставок, семинаров, конференций и других различных мероприятий. С Магаданским заповедником нас связывает давнишняя дружба и еще, когда был предыдущий руководитель. И часть проектов осуществлялась совместно с отделением Магаданского областным Русского географического общества вместе с заповедником. Но они были, скажем так, разовые и не носили какой-то плановый характер. В этом году мы провели тоже совместные уже два мероприятия и соглашение, для чего оно нужно, отвечая на ваш вопрос. Мы говорим уже о неком постоянном сотрудничестве, уже о планах, которые мы заранее прописываем как минимум на год и даже на большие сроки. И мы понимаем, что есть вопросы и проблемы, с которыми мы можем помочь заповеднику. И заповеднику с нами интересно дружить, работать, потому что мы можем осуществить гораздо больше совместных проектов, которые отвечают целям как заповедника, так и нашим. Я думаю и планирую, что мы в результате придем к гораздо большим результатам совместно. И, конечно же, мы больше сможем узнать о тех задачах, которые ставит перед собой заповедник, а не о том, чем мы занимаемся в результате и присоединяться можно к проектам каким-то. Ну и что радует еще, мы обратили внимание, что заповедник сейчас стал проводить очень много мероприятий, в том числе посвященный просвещению, не только вот сейчас с детьми у них, с творчеством, да, очень серьезные проекты. Мы сейчас планируем совместно провести фотовыставку уже в рамках новой галереи Русского географического общества обновленной, вернее галереи. И целый ряд плановых мероприятий, я думаю, что об этом магаданцы, конечно, узнают в следующем году в том числе. Напомним, основное направление деятельности магаданского отделения РГО – это научные исследования и открытия, касающиеся географических направлений. Члены РГО занимаются изучением как заселения и освоения прилегающих обширных территорий, археологическими раскопками, экспедициями, так и просветительской деятельностью, издают литературу. Соглашение на самом деле формализовало наши отношения, регламентировало, регламентировало. Наше сотрудничество с РГО на самом деле началось достаточно давно, еще задолго до подписания этого соглашения. Так, в частности, весной выделена существенная сумма посредством РГО для заповедника на обустройство визит-центра и пройдение мероприятий по охране объектов животного мира, природных комплексов на территории заповедника. Также этим летом Магаданское отделение РГО поддержало нашу экспедицию на Ямские острова. Это один из участков заповедника, самый отдаленный. Ну и в дальнейшем мы надеемся на сотрудничество с Магаданским отделением РГО в этой же области. То есть это научная область, экологический туризм, конечно же, экологическое просвещение. И на следующий год Магаданское отделение РГО поддержало нашу заявку на грант, на грант Русского географического общества, опять же, на экспедицию на Ямские острова. Напомним, Ямские острова – самый удаленный и труднодоступный участок заповедника Магаданские. А в районе Ямских островов, расположенных на выходе из залива Шелихова, отмечается наибольшая концентрация плактона в Охотском море. А сам залив относится к одной из самых продуктивных акваторий Мирового океана. Численность колоний морских птиц на островах достигает 6 миллионов особей. Близятся выходные, длительные праздники. Строгого локдауна в Магадане нет, но тем не менее, выходить из дома в это время – не лучшая идея. Связано это не только с режимом самоизоляции, но и с не очень оптимистичным прогнозом погоды. Вечерний Магадан вместе с жителями областного центра выяснил, какая погода ждет колымскую столицу. 4 ноября в Магадане, временами снег с дождем. Температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы 753 миллиметров ртутного столба. 5 ноября в Магадане, временами снег с дождем. Температура воздуха от 0 до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы. 654 миллиметра ртутного столба. В субботу, 06 ноября в Магадане, временно снег с дождем. Температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Воскресенье, 07 ноября в Магадане, преимущественно без отсадков. Температура воздуха от 0 до 3 градусов мороза. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба. И что хочу сказать, уважаемые магаданцы, жители Магадана, пожалуйста, прививайтесь. Вот я лично сделала две прививки и сделала через полгода двери вакцинации и прививку от гриппа, потому что этот вирус очень страшный. Пожалуйста, берегите жизнь одна, берегите себя.